Ребят, всем доброе утро! Сегодня у нас будет интересный день. Я прогуливаю университет. А если я прогуливаю университет, то это всегда что-то интересное. Мы сегодня с вами едем на очередные съемки. Это у нас по счету вторые съемки для нашего репортажа. У нас тема «Романтические места Москвы». Насколько вы помните, мне дали такое задание, и я до сих пор договариваюсь и выполняю его. Сегодня мы едем стрелять из луков. Как вы думаете, насколько это дело вообще романтично? Но мы с нашим преподавателем утвердили, что это довольно-таки необычное место для свидания. Как я уже очередной раз вам говорю, что это все у нас подстанова, что мы с парнями сразу договаривались, что это все фигня, потому что мы это делаем чисто для репортажа и так далее. Сначала у нас был Антон, мой друг, сегодня у нас будет другой мальчик, потом еще два мальчика. Ну, короче, у нас будет все весело. Весь март у нас забит будет съемками. И я буду везде вам снимать бэкстейдж, помимо нашего, непосредственно нашего репортажа. Даня снимает репортаж. Надеюсь, что у нас все получится, так что я сейчас забираюсь и выхожу. Потому что мы с ними встречаемся где-то, по-моему, в час. Я пошла на съемки. Вот такая деловая девушка. У меня такие красивые цветы стоят на фоне. Люблю живые цветы. Кстати, ребят, хотела вам показать щетку, которая мне недавно пришла электрическую. Она вот на батарейках обычная. Мне написали, типа, не хочешь попользоваться щеткой, мы тебе пришлем, и ты скажешь свое честное мнение о ней. Так вот, я попользовалась, и я в восторге от нее. Посмотрите, ну, во-первых, это фирма Hapika. Это японская щетка. Я посмотрела... Ну, я читала, они отзывы. Одна из самых популярных щеток в Японии. Я не слышала. Сейчас, как вы знаете, я очень сильно стала уделять, ну, внимание своим зубам. А здесь вот, видите, она так включается. Очень легко. Там много разных цветов. Но, видите, у меня сейчас цвет настроения розовый. Я решила взять розовый себе чехол. Ее не надо заряжать постоянно в этой зарядке. Вот у меня есть зубная щетка, электрическая, она вот ставится вот в эту штуку для зарядки. А это на батарейках идет. Я вам, ребят, советую. Ссылку оставлю внизу, как всегда. Итак, мы уже пришли в сам лабиринт, но мы пришли на полчаса раньше, как всегда. Теперь будем ждать 14.00, чтобы, собственно, нас уже приняли, потому что мы записаны с 14.00 до 15.00. Короче, сидим здесь, ждем. Здесь такое все средневековье. Вот Даня. В фотке мы будем сегодня сниматься. Его зовут Сергей. Ну, Даню, вы знаете. Он у нас сейчас появляется. Здесь такая вот атмосфера. Здесь такая средневековая. Так, заходим. Ух ты ж. А вы еще и спортивные. Но они не являются лимбистами. Много, а не стрицелы. Смысл в чем? Они сбрасывают усилия лука при удержании, при выстреле. То есть вы тянете сначала тяжело, а потом оп, такой сброс. Понятно. Ну, так не бойтесь. Постараюсь, чтобы этого не произошло. Но на всякий случай обедите. Проши на левую руку. Проши на левую, да? Да. Проши на левую. Проши на левую. Проши на левую. Я сразу говорю, что я слабачу. Долгого карта не сюда, не советую, не сюда, тоже не советую, а во всюду. Что с телом? Тело ровное, как крестное. Прошу тебя, как бедро не делай, а ты плечи не поднимай, плечи опущены. Только одна лопатка, лук не сжимают, вот когда лук сжимают, всегда попадают по руке, это всегда. Я даже вам кратки отдал, вот одел на ноги, но обычно люди вот так вот хватают, не знаю, чтобы не буду пираться. Ага, это сложно, это очень тупо тянется. А ты попробуй сжать. Тогда вообще не получится. А, на счастье же нет? Ага, понимаю. Фильм помнят, да? Да. Послушайте. Это прям как тренажер. Послушайте. А как ради? Да, да. Что, думали, он сам по себе натягивается, сам по себе стреляет? Нет. А он сам по себе, его надо натягивать, его надо натянуть, еще стрелять, и тянете. Вот не сюда, а в уголок как-то. Ну вот ты тянешь тетиву сюда, ну и смысла никакого. Я в тебя не попаду, вот так попаду. Да, хорошо. Понятно, да? Ну я же не тягиваю, что-то, кажется, все равно. Ну все равно. Прям плотно, вот сюда, плотно. Голову назад мне забирать. Стива должна через глаз идти вот так. К носу? Нет, не к носу. Вот она должна вот сюда идти. Правда, да. Вот. И поехал. На эти. Ну еще вот. Давай локоть. Тяните. Тяните. Плотно. Не сжимай лукой. Упираешься. Живот, грязные стопы. Олина. Клесть. Упираешься. Первый талант. Первый. Расслабься. Рука я хожу. Руки качать. Да не качайте руки. Здесь спина. Рука прямая. Тяни, тяни. Вниз опускайте тяжело. Вот я почему я сказал. Здесь схема. Тяните плотно. На голову поставьте. Не корпусом, а рукой. Ну вот как она тянет. Туда-сюда тянет, ниже. Я сделаю конкурс. Молодец. Спасибо. А не кто-то руководит? Не сила. А не кто-то руководит? Вот и на тянет. Живот. Так вот. Я не думала, что это так сложно, на самом деле. Потому что, я не знаю, я думала, что я очень сильный в физическом виде. Только ты начинаешь понимать, что я сломан. Оба. Потому что я тогда не могу к нему вносить. Мой брат, который стреляет. Слук у меня просто. Не, про твоего брата? Ну это мне, для людей. Правда? Просто мне просто удивляет за это. Потому что я позориваю его. Смотрите. У меня вообще с лучше получается. Вот. Как там? Голодный Игорь, как это звали? Тебе с девушкой, не помнишь? Нет. Съема. Тебе с девушкой, не помнишь? По-моему, я очень классно. Это все круто. Амазонка. Тебе с девушкой, не помню. Субтитры делал DimaTorzok 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 Да Доктор Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Все, все. А я была уверена, что я попала в цель. Ну, пожалуйста, мы так стояли, что ты? Я думала, что... Ну, я оттуда и даже не видела, попала я там или нет. Ну, зачем ты лук перекручиваешь? Что ты делаешь? Лук чуть по другому. Корпус вперед, в сторону мишени. Как будто мишен лук толкается. Еще раз. Вперед, наверх. В сторону мишени. Вперед, вперед, туда толкаешь. Вот, виду, угол карта дотягиваешь. Тими, 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 не бойся. Правильно? Еще тими, больше. Еще тими. Видите, у меня мышца свела. Так. Другая карта дотягиваешь. Все, вылупся. О, это было круто. Все? Да, вылупся. Фух. Дядя такая молодец, как он. Я боюсь. Нет, знаете, ваша история просто про девушку-стюрс. Дань, как тебе съемки? Нормально все? Что, Даня ничто не дополняет? Еще, ну, серьезно. Он стреляет, я уже все, оставаюсь. Все, это твоя последняя стрела? Да. Поздравляем. Давай, посмотрим. Куда вы попали? В конец тренировки? Что-то начало вывести. Ой, по-моему, даже в цель что-то попало, да? Или нет? Это сто процентов были две мои. Вот эти две стрелы. Я уверена, вот эти две стрелы мои. Вы же знаете, где право, да? На сто процентов мои две стрелы. Я прям уверена. Ну да, учитывая факт, что я даже не видела, куда целюсь, но я уверена, что мое сердце провело меня прям в цель. Ну, уже заканчиваю. Даня уже оделся. Ну, да ладно, главное, чтобы из Москвы не выйдет. Сейчас, да, в область куда-нибудь заверну. Даня. Что? Говори свои впечатления. Я уже все сказал. Ну, теперь расскажи нам. Даня недовольный. Бывают странные люди, которые либо мешают съемкам, либо говорят со скоростью нашего философа. Да, да он нормальный мужик. Мне очень он понравился. А Даня не понравился. То мишень меняет, то их местами меняет наших героев многоуважаемых. То еще что-то делает. То говорит, там не снимай, там не интересно. Да блин, может я лучше знаю немножко, нет? Я, конечно, все понимаю. Все, я все сказал. Короче, Даня недовольный. Как тебе? Мне на самом деле очень понравилось. Я первый раз в жизни стреляю из лука. Я всем советую сходить хотя бы один раз и прочувствовать это на самом деле. Потому что то, что в фильмах, это все не так. Это все не так просто, как кажется. Как сестре человека, который очень увлекается луками, постоянно стреляет и сам их делает, мне позор. Мне позор ужасный, потому что я не очень плохо стреляла, очень всего боялась. Потом мне рассказали очень веселую историю, которую я вам расскажу попозже. После чего мне стало еще страшнее. Не пугайтесь, там правда грудь отдохнет. Да, там можно себе все отрезать, но ты не бойся. Я тебе когда говорю, чтобы ты не боялась. Это когда прекрасно. Я все время думала, что если я до сетевой, попаду в лицо. Ну вот такие дела. Итак, ребята, пришла домой, зашла себе в магазинчик, хотела показать, что я купила. Вам же это так интересно. Я купила себе кукурузку, макароны, купила лук. Это очень необычно. Вы не поверите, это сладкий чили. Я никогда его не брала и вот сегодня решила. И соус теряки. Тоже первый раз в жизни взяла. Думала, что мне уже надоело есть пресс на еду. Самое необычное, что я купила. Я себе купила кусок мяса, ребята. За три года я первый раз в жизни купила себе мясо на развес. Вы понимаете, я с собой так горжусь. У меня есть такая тема. Я почему-то очень сильно не люблю покупать мясо. Я вообще его побаиваюсь. Я всегда брала мясо вот в вакууме, который вот такой, как, я не знаю, полуфабрикат, вот лежит, который просто там в упаковочке. И ни разу в жизни не брала на развес. И вот сегодня я решилась, потому что мне настолько захотелось говядины. Я не ем свинину, не потому что мне там религии не позволяют. Она довольно-таки жирная. Я не хочу, как-то мне кажется, я не знаю, я не особо умею готовить мясо. Но я поняла, что моему организму это просто необходимо сейчас, потому что у меня уже начали трескаться уголки губ. И из-за того, что, ну, это нехватки именно красного мяса. Потому что я же ем одну курицу, потому что курица, мне не страшно прикасаться. А вот к мясу еще как бы страшно. И курица, она всегда вкусно получается, а вот мясо у меня всегда вкусно получается. Короче, я с собой горжусь, что я купила на развес мясо. Просто для меня переполняет гордость. Ну, вот ноги не понять, а вот я с собой горжусь. Смотрите, какие у меня цветочки. Только они уже все, бедненькие, приунывают в конец. Ну, в принципе, в принципе, мне вообще это дело не особо нравится. Это стрелять. Но, мне кажется, для видео это было эффектно для нашего репортажа. И действительно, это довольно-таки оригинальное занятие. Но лично мне это было не особо интересно. Потому что, ну, ёп, моё. У меня брат постоянно с этими луками ходит. И мне как бы вообще как-то не особо эта тема нравится. Но, думаю, получилось довольно-таки эффектно. Пишите в комментариях, понравилось ли вам. У меня сейчас болит правая рука. Я постоянно натягивала лук. Ещё я была, ну, после спортзала. У меня, получается, два дня назад был спортзал. У меня до сих пор болели руки. И я сейчас опять стояла натягивала. Я вообще уже никакая сейчас. Я вообще человек непугливый. И ничего не боюсь. Но, понимаете, когда тебе постоянно говорят, что ты себе щёку отрежешь, когда будешь стрелять. А потом ещё интересную историю рассказала, как девушка себе грудь отрезала, вот так натянула. И всё, пока здорово. Он такой, я тебе рассказываю эти истории, чтобы ты не боялась. Я говорю, ну да, эти истории, да. Они прям... После таких историй я вообще ничего не боюсь. Они ещё меня больше, конечно же, пугали. Потому что, блин, после такого вообще не хочется стрелять. Не знаю, специально ли он это делал. Или он так действительно меня успокаивал. Тот факт, что я где-то 3-4 стрелы пустила, а мне это, если честно, хватило. Я больше вот так стояла, там, тренировалась. У нас заставилось тренироваться, натягивать. Сначала эти истории, которые нас пугали, что я себе сейчас отрежу щёлку, нос, грудь. Всё, что немножечко имеет выпуклую форму. Если вы заметили, что я переоделась, это просто потому, что я вернулась совсем поскольку часа 4. Я приехала домой, потом сходила ещё в одно место, ну, переоделась. Потом зашла в перекрёсток, в магазин свой. Я, ребята, думаю на этом всё. Я надеюсь, что вам понравился сегодняшний влог. Желаю вам всего самого хорошего. У нас ещё предстоит... Ну, ещё как минимум двое съёмок подобных. У нас ещё и подром, и ещё секретное место. Так что всего самого хорошего. Счастливо. И спасибо за просмотр. Пока. Субтитры подогнал «Симон»